Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Вольфенштейн Янг Блад. И что хочу сказать. Я заметил, что в прошлой серии были проблемы со звуком. Я так понимаю, что звук в игре периодически живет своей жизнью, поэтому я включил второй монитор, на нем буду отслеживать. Вот сейчас я вижу, что почему-то звук стал 99%. Я сделал 100, поэтому я повторюсь. Мне нужно понять, на каком этапе происходит этот глюк, от чего он зависит, чтобы звук микрофона в игре был стабильным. Если, как я и говорил в Call of Duty Black Ops 3, он опять будет продолжать жить своей жизнью и самостоятельно увеличиваться, уменьшаться. Секунду. Он скачет. Не понимаю я, почему так. Сейчас, друзья мои, секунду. Секунду, секунду, секунду. Оберсплитал, золотая. Так. Здесь что? Ну пусть будет так. Допустим. Ну-ка. Так, сейчас еще я посмотрю. Здесь, здесь, громкость чата. Да. Ну-ка. Такое, знаете, впечатление, как будто бы звук правда живет своей жизнью. Сейчас тут он 97% что-то показывает. Не могу понять, почему. Сейчас я его увеличу. Ну-ка. Посмотрим. Извините за это недоразумение, друзья. Но надо понять, потому что иначе я просто это не пойму. Так, все. Вроде все. Так, у нас что задание? Променад. Добраться до кота. Чего ты на меня смотришь, как шизанутый? Очень интересно. Сейчас, секунду. Это просто кошмар какой-то. Давайте попробуем, знаете, что сделать. Так, сейчас. Так будет лучше. Да, так будет лучше. И. Вот так. Давай, игра. Не подведи меня. Пойдемте. Сейчас посмотрим, что будет. Если это не прекратится, то придется без звука записывать. Я думаю, что здесь у нас будет с ними выяснение отношений. А, что я хотел. Нет, опять он живет своей жизнью. Так, оружие. Штормвегер. Это он же? Прицелы. Так. Сколько надо? 310-498. Так. Увеличивает урон. Да. Что там? Коллиматор и фонарик. Я это, по-моему, бронебойное наше оружие. Да? Да. Ой, какая прелесть. Что-то за звуки. Что-то за звуки. О. Сейчас вот этого Зольдата будем. Сносить. Погнали. Все, свалили. Так, он тоже плотный. Звук скачет все равно. Звук все равно скачет, я вот вижу. Где-то, чувак, в белом. Ты, что ли? Выдающийся человек, специалист. Так, ладно. У нас есть Блицгейвер. С великолепным уроном. Что здесь? Наклон. Нажмите ЛД, чтобы активировать режим наклона. Затем с помощью ЛД уберите в каком-то. Сдох он. Да, мы снесли его. Мы его снесли. Этим я займусь. Откуда? Сдохни, родной. Давай, 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 родной. Бери точку, поудобнее, бери. Так. Прекрасно. Я уже его от атаковал. Отлично. Повешали все вопросы. Повешали. Почему игра сбрасывает? Я не понимаю. Почему она звук регулирует автоматически? Кугольвегер. Блицгейвер. Так, Штормвегер. Нет, Блицгейвер. Пистолет, пулемет. Наше самое топовое оружие. Пистолет, пулемет. Так, сейчас, секунду, друзья. Попробую еще раз. Все это отрегулировать. Ну-ка. Раз. Да, вроде. Так не должно быть, но это происходит. И даже монопольный режим не помогает. Странно, конечно, все это. Ну, давай уже. Так, теперь двигаемся дальше. Тут же, тут же его скидывает на 99%. Здесь мы все забрали? Почему ваше оружие, ваши патроны, точнее, мимо меня проходят? 86%. Интересно. Тут. Надо же. Ты погляди, Джесс. Че? Дирижабль упал, да. Неплохо. Оу. 50 монет. Все собранные вами предметы находятся в дневнике. Чтобы открыть дневник, нажмите Select. Новый Париж. Настоящая раздолья для коллекционеров. Здесь можно найти тексты с информацией о жизни оккупированного города, кассеты с аудиодневниками и музыкой, видеокассеты с нацистскими фильмами 80-х и 3D-очки с разными персонажами и объектами. Статья обучения добавлено. Еще 50 монет. Слушайте, но это неплохо, что у нас столько денег. У нас очень все неплохо с навыками, но вот с деньгами все не очень хорошо. 3D-очки. Одежда из Техаса. Что-то там еще есть? Больше ничего не вижу. Так, персонаж, ум. Че это? Дает 25 плюс 25 к броне. Ага. Здесь просто... А, здесь не нужны деньги, да? Хорошо, допустим. Мышцы. Че здесь? Броня здесь. Это мне не надо. Бесшумно убивать суперсолдат. Так, вот это неплохо. Вот это давайте сделаем. Оружие в каждой руке мне не нужно поднимать, да? Так, следующий у нас 10 уровень. Хорошо. Сила. Что здесь? Маскировка. Сокрушение. Не. Ум у нас остался. Плюс 25 после реанимации. Нет. Здесь. Больше припасов. А, у нас всего одна. Сластм. Ну, давайте тогда хилку увеличим. Мне кажется, так будет неплохо. Что здесь есть? Что есть здесь? Мы можем бесшумно убивать суперсолдат. Че у нас? Полный боезапас. Ну, там ребятушки стоят. Это все, что ты можешь мне противопоставить? Зольдатн. Погоди. Сейчас я приду. Давай. Полный боезапас. Здесь больше ничего нету? Почему с самого начала ты ее не забрала? Штормвегер... Надо запомнить. Штормвегер это то, что нам надо. Вот видите, даже не перезаряжен. Я вообще молодец. Ой. Ладно. Сейчас я чувствую пачек режим. Кое-кого. Я думаю, кто это стреляет. Вот это вообще не в суру, не воружен. Вот это вот сейчас все очень плохо кончится. Заходи, заходи. Так, вот так. Вот это... Я опять был не готов к такому повороту. Пошел туда, главное. Так, это суперсолдат он у нас. Я тоже считаю, что неплохо. Давай. Блицгеймер, пожалуйста. Все. Мы зачистили? 58 единиц, неплохо. Все. У меня гранат пока нету. И броньки нету. Неплохо. Очень неплохо. Сейчас мы все это восстановим, естественно. Пистолет, пулемет, блицгеймер. Сетевая кодовая панель. Сетевые кодовые панели подключены к охранной системе нацистов. И для их разблокировки нужно сгенерировать код. Для этого попросите сестру воспользоваться находящейся неподалеку генератором кодов. Или кодов. Неплохо, неплохо, неплохо. Похоже, началась эвакуация мирных жителей. Парижское восстание. Нацисты обосрались от страха. И здесь перезаряжено. Ни одной не справится. Помоги. Подожди. Мы с тобой еще дом не обыскали. Помоги. Еще не обыскали дом. О, отлично. Еще 50 монет. Мы потихонечку купим деньги. Но. У нас нет очков навыков. Нам сюда надо. Давайте смотри, что здесь есть. Я чуть не выстрелил. Ты понимаешь, что очень опасно себя ведешь, Джесс? Да. Как я понимаю, идет зачистка улиц. Надеюсь, они не тронут граждан. Вот, да. Второй этаж. Ну, пошли. Что такое? Мы прошли? Да, прошли. А мы... Угу. Называется, закатайте губюшки обратно. Псина это сильно, конечно, мне все... Планы попортило. Очень сильно. Закрыто? Как так? Чего здесь закрыто? Это должно быть открыто для нас. Я так не согласен. Я так не согласен. Что-то они как-то нельзя попасть, что ли. Это очень странно. Не, вы видите это? Здесь вроде ничего нету. Это металлический ящик. Он не открывается. Полный боезапас. Тут броньки максимум. Эй, хочешь почитать? Новый порядок, статья номер один. Новое руководство Нового Парижа. 21 марта 1980 года. Новый Париж. С тех пор, как опальный генерал Лотар Брант был уволен с должности, Новый Париж живет без генерал-губернатора. Генералу Лотара Бранта, которому предъявлен ряд обвинений в коррупции, гестапо разыскивает по всему рейху. Тем временем, в прошлую пятницу, в рамках плановой замены руководителей, в Новый Париж прибыл генерал Вальтер Винклер с семьей. Генерал прославился своими подвигами на Североафриканском фронте, где лично уничтожил десятки бешеных вырожденцев, рискуя жизнью ради блага отчизны. Ожидается, что он покончит со смутой и положит начало новой эре процветания безопасности. Выступая с вдохновенной речью на аэродроме, Винклер изложил свое видение великого будущего Нового Парижа и его жителей. Граждане Нового Парижа, я буду пристально следить за городом и уничтожу в адском пламени любого глупца, посмевшего бросить в изофиличу рейха. Ну, мы уже его отправили на тот свет. Уждвигатель. Поэтому ничего он ни с кем так и не смог сделать. Этот великий защитник рейха. Сюда мы не перепрыгнем ни при каком раскладе. Серебряные монеты это обязательно. Нужен код. Проверь будку охранника. Код скоро будет. А, она смотрит. 7,672. Идали как все. Здравствуйте. Добрый вечер, я диспетчер. Итак, там было про наклоны. Написано, вот так наклоны совершаются. Серебряные монеты. Очень мало. Я на большее рассчитывал, если честно. Прям на большее. Тут ничего нет. А тут мы уже были. Что-то там застряло. Джессели, как там тебе. Ой, какая прелесть. Пистолет, пулемет, гранаты. Чтобы метунград нажмите РБ. Гранаты эффективны против всех видов врагов. Только держите снизу на поражение. То есть гранаты универсальные и всех дамажат. Прекрасно. Очень хорошо, я доволен. Пистолет, пулемет. Какая прелесть. У нас сейчас две жизни на двоих будет. Общая жизнь. Прекрасно. Вообще замечательно. Ну что, открываем? Это противоположная сторона улицы. Это моя родственница там уже. Орудует. Все, больше здесь ничего нету. Ну-ка. Я так понял, что да. Нет, нет, нет. Нас заметили, что ли? Нет, они просто, видимо, сирену. Стерегут. Ну, так. Тут ничего нету? Я убью эту сволочь! Опа. Сейчас, смотрю, он чик собьется. Вот и все. Снес. Прекрасно. Прекрасно. Вырубим супер солдата! Я тебе не займусь! А я думаю, это кто? Вылез мне. Там дрон, что ли, летает до сих пор? Прекрасно. Этому нацику кранты, сестра! Да, давай, быстрее, 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 быстрее. Я застрял. Так, вот эти 20 патронов, они никуда совершенно не годятся. Ну, надо срочно обойму увеличивать. Сюда кто-то стрелял. Ну, конечно. Давай. Отдохни. Гранаты я забрал. Так, а здесь... А, закрыто здесь. Много патронов, но зато мы его снесли. Вот здесь, здесь не хватает обоим. Это совершенно однозначно. Это уже понятно. Штурмвегер. Так, магазин. Сколько там надо? Один, цена 200. У нас 529. Так, штир. Так, ты что, получить бонус к любому урону? Так, давайте. Отлично. Давайте посмотрим, что у нас получилось. 25? Ну, хрен редкий несла, я хочу сказать. 25 процентов. Сестрица там по какому-то работе. Это дрон, я слышу. Снесла. Молодец. Слушайте, мы не ресурсы добавляем, а полезные ископаемые ищем. Серьезно. Да, 25. Это откровенно фигбово. Это слабый магазин. Я думаю, что мы что-то другое сделаем. Потому что меня это не устраивает. Абсолютно. Здесь нету никакого запаса вооружения. Сейчас, секунду. До 81 процента звук уехал. Нет дискета. Ладно. Надо будет культурно просветиться. Че, почему звук меняется. Это что? Патроны на пистолет, пулемет мне бы было неплохо. В дневник Густава понедельник. Вчера была полугодовая оценка моей работы. И судя по результатам, мне нужно чаще проявлять инициативу и быть активнее во время патрулирования. Видимо, об убежище террористов, найденном неделю назад на Бульваре Победы, никто не вспомнил. Потому что я не услышал ни одного доброго слова о моем вкладе в успех операции. Зато командир нахваливал Зауэра, который, как всегда, явился туда с опозданием, достал свой клевый огнемет и спалил убежище дотла. После того, как мы, рядовые бойцы, уже сделали всю работу. Этот мудила Зауэр меня бесит. Если честно, при генерала Лутари все было гораздо лучше. Может быть, мне все-таки стоит поговорить с Вернером? Он говорил, что у него есть связи. Что-то насчет Четвертого Рейха. Звучит интригующе. Надо же. Ага. Дискета. Отлично. Дискета у нас есть. Я заметила там кое-что интересное. Кассета. Послушаем. Три-два-один. Начали. А! Тихо. Коллекции. Где кассеты? Три-два-один. Начал. Наглядит на нас. А мы смотрим в ответ. Ну-ка. Луна, великий исследователь, объединил нас. Песенка про Луну, друзья. Песенка про Луну. Если я ничего не путаю, если я ничего не путаю, то... Вот здесь, да? Был компьютер. По-моему, да. Который надо в дискет вставить. Давай. Ща расшифруем. Комендант. Мы нашли и вернули все украденные гестаповские ящики. Их всего три штуки. Один стоит в переулке рядом с воротами КПП за железнодорожной станцией. Променада. Код 95-96. Другой находится в защищенном убирище террористов над КПП перед магазином Грампластинок. Код 2703. И последний стоит на крыше, который смотрит на фасад магазина Оберт Ринг. Его код 1234. Это Себастьян придумал. Да? А кто-нибудь видит, где этот магазин? Ну-ка. Давайте посмотрим. Это что у нас? Это интересно. Так, хорошо, а вот здесь что? Ну, отсюда мы пришли, да. Я хочу эти монеты. Давай, давай, ломай. Ну. Фига себе. Максимум брони, серебряные монеты. Магазин Оберпенк. Нам нужно три сейфа, да, в общей сложности. А я не вижу этот магазин, вы знаете. Вообще не вижу. Здесь что? Здесь что? А, здесь мы были. Ладно. Граждане Нового Парижа. О! Ручная граната. Это прекрасно. Монеты. Ломаем. Давай. Больше нету тут ничего. Короче, стрелять надо. Топором это долго будет. Еще 50 монет. Неплохо. Очень неплохо. Тута мы не поднимемся. Бронки у нас максимум. А где этот музыкальный магазин был, о котором они в записке говорили? Кугельвегер. Нормально. А? Это вообще здесь? Этот музыкальный магазин. Мы упустили что-то здесь? Нет, вы это видите? Безобразие форменное. Форменное безобразие. Видеокассета? Голен. Он явился из-под земли. Жуткое существо, известное как Голен, пробудилось от векового сна в пещерах под городом Вульфбург. Офицер гестапо Вильгельм В.Б. Блайер должен спасти город от чудовища, пока оно не перебило всех жителей. Фильм Голем, снятый гениальным режиссером Александром Хабберном, станет самым фантастическим приключением этого года. Ну окей. Окей. Видимо, все-таки этот сейф Находится за теми воротами, наверное. Я думаю, что да. Нет тут нифига. Пойдемте дальше. Душевно. Очень душевно. Что тут у нас? Монеты. Блин. Оглядись-ка. Тут никого нет. Будто конец света настал. Ничего страшного. О, общая скидь монетки. 50 монеток. Так, что еще мы можем сделать? Оружие. 480, да? Дула. Утяжеленный ствол. Что там надо? Цена 360. Отлично. У нас теперь у него утяжеленный ствол. Во! Вообще отлично. Короче, навыки. Шестеренки тратятся на прокачку героя. Деньги тратятся на прокачку оружия. Замечательно. Что-то здесь было? Текст. Письмо Анжелики. Дорогая сестра, мне было непросто найти курьера, чтобы он незаметно пронес это письмо через нацистские КПП. Я просто хотела сказать тебе, что я наконец-то это сделала. Я его бросила. Ты с самого начала была права, ему не было, до меня дело. Мы с тобой давно не общались, но мама сказала, что ты по-прежнему живешь в старой квартире, и я хочу тебя навестить. У меня есть друзья в сопротивлении, которые помогут мне добраться до их секретной подземной базы. Через денек-другой я поеду в Париж. Мне не терпится тебя увидеть. Целую. Анжелика. Ну, прикольно. Чтобы сбить замок, выстрелом или открыть дверь, нажмите РТ. Чтобы сломать замок холодным оружием, нажмите РС. На некоторых дверях висят замки. Сломайте замок любым оружием, и дверь откроется. Ясно. Ну давай. Короткий путь. Поломали. Тревога. Да. Подкрепление отправлено, Гера-офицер. Сейчас постреляем. Так, это Пайн Камф или как он там, пацхундер. Не помню, как он называет. Давай. Иди сюда. Родственница, иди сюда. Родственница, иди сюда. Не стой там. Он идет. И добьем. Джест, ну прекрати, пожалуйста. Я считаю, что нам не хватает нашей убер-пушки урона. Которая нам из этих броневых рассчитана. Тебя тут никто не ждет, далеко. Да, ты. Отлично. Готов? Готов. Прекрасно. Великолепно. Ну-ка. Как он? А в броника есть еще? Может, можно что-то выбрать. Приди в себя. Так, Бритцгеймер давайте. Прилетело ему? Да, прилетело. Там дрон что ли? Снесли. Мне интересно, а еще... Да, будет. Я хотел спросить, как его спросить, будет ли еще дрон. Если я по всему жарю. Отлично. У нас еще серебряная монета, да, есть? Так, иди сюда. Жас. Забрали, отлично. Кто где, кто где, кто где? Все. Сымись оттуда. Нечисть. Замечательно. Ой, как он. Ну, я не могу сказать, что мы, конечно, существенно пополнили наш боезапас. Запас, ну. Ладно. Мы больше потратили патронов. В принципе, можно пистолет-пулемет переключить в режим пистолет, и тогда меньше все это будет тратить. Так, а это, по-моему, магазин музыки, о котором писали, нет? Топор подбери. Да, нет тут. Нету ничего такого. Ультра-видео. Я вижу, да. А здесь что? Помер, да? Это все уже померет. Какая прелесть. Ультра-видео. Быстро. Боньку мне все снесли. Так, ну-ка. В принципе, неплохо. Они живы. это нельзя разгон все нет еще слушайте мы его прям срезали вообще хороший штурмвегер или как он там называется так у нас максимальный запас жизни чем мы забрали ручная граната и все и больше ничего полный боезапас это чё у нас пусть будет дробаш пусть будет дробаш вообще отлично вот он сносит где ну чё то я никого здесь не вижу да печально записка фишера бойцы вы все наверняка видели телерекламу нового модного комплекса упражнений крафт гимнастик это отличная программа тренировок и все послушные дети рейха уже ее поддерживаются из берлина пришел циркуляр о том что со следующей неделе она станет обязательной поэтому наш отряд будет ходить на занятия крафт гимнастик каждую неделю вы быстро придете в отличную форму зачем чтобы изменить свое тело благодаря интенсивным танцевально гимнастическим упражнением где подвал ратуши в маленьком берлине когда каждый четверг в 20.00 хай гитлер комендант фишер то есть эти черти занялись решили заняться здоровым стали вести здоровый образ жизни так ну давайте давайте полутаемся но мы их просто размолотили абсолютно размолотили гранатой 3d очки коллекционка какая-то да но видимо да да но мы с вами получается пришли уже потому что вон целеуказатель я такой я да потерял под патроны потратил а потом начал монеты искать ладно здесь что-нибудь получается все да пойдемте так это что у нас пистолет пулемет блицгевер блицгевер это вот это что тут районы нового парижа связаны станциями метрополитена который не работает из-за недавнего наводнения с помощью станции вы сможете путешествовать по городу почти без угроз жизни после открытия очередной станции вы сможете переместиться туда вместе с сестрой посетив любую заранее открытых станций но это фарм 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 это понятно это фарм ничего теперь дальше катакомбы нам вот сюда пойдемте в катакомбы вот это да вино чудесно сочетается шоколадом нет 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 дым втягивают в легкие вот так курить и хочет понятно не будь войны вы девочки сейчас бы радовались жизни так что наслаждайтесь каждой секундой пока можете дамы я расшифровала данные с нацистского сервера рапорты нацистов выживших при встрече с капитаном бласковиц судя по обрывкам информации он искал некую лабораторию лабораторию икс он наверняка там идемте постой джесс мало кто знает о существовании лаборатории икс сеть лохушка да пошел немецкий знаете немного эли вот запись сообщение генерала лотаро бранда слушайте берлинские кретины изолировали от меня лабораторию икс башни бруда каждый сервер скрытый от городской электронной сети все данные о лаборатории икс они разделены между брудерами прошу узнай это все что есть ты позволишь генерал лотар построил брудеры чтобы получить возможность контролировать весь париж в каждой из башен есть свой обер комендант у которого хранятся ключи получив ключи от главного сервера мы откроем вход в лабораторию икс и найдем вашего отца проберемся в башню убьем обер комендантов возьмем ключи откроем серверы и дело в шляпе мы его дядю убили нацисты и дело было совсем не в шляпе простите это это просто фраза такая у артура икс конечно я же шучу я прекрасно знаю выражение про шляпу оу это мне спасибо Спасибо. Софи, боюсь, брудера вам не осилить. Без должной подготовки вам к этим башням даже не подойти. Удачи. Кстати, если вдруг вам понадобятся сигареты, только скажите. Прикольная леди. Мы ничего не упустили. Типа. Типа рояля в кустах. Джесс, да расслабься ты хоть раз в жизни. 200 монет нам дали. Одно очко способностей, два к урону. Вообще замечательно. Ну что, дорогие друзья, на этом мы серию закончим. Продолжим в следующей. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Ден и Ротуб. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.